Еще чувствуется запах свежей краски, а книгами в библиотеке воспользоваться пока не успели. Первый звонок в губернаторском лицее прозвенет для тысячи местных ребят. Еще в марте прошлого года на этом месте красовался пустырь. Теперь микрорайон Юго-Западный может похвастаться единственным в регионе губернаторским лицеем. В этом учебном году сформировано 39 классов комплектов. Мы строили не просто школу, мы строили получше, передовое учебное заведение не только в нашем регионе, не только в Приволжном федеральном округе, но и в Российской Федерации. Новую школу в городе построили впервые за 25 лет, что уже примечательно. Еще одно отличие – квадратура. Учебный комплекс разместился на площади в 20 тысяч квадратных метров. Для сравнения, площадь среднестатистической школы не превышает 5 тысяч. По словам руководства учреждения, обучение будет вестись по разным профилям – физико-математическом, химико-биологическом, архитектурно-художественном и гуманитарном. На спецкурсах можно будет обучиться навыкам черчения, графического дизайна и компьютерного моделирования. Каждая аудитория выполнена в своем тематическом дизайне. Светлые парты – это для начальной школы светлого цвета. Для старшей школы у нас парты больше, они другой группы, ростовой, они бежевого цвета. То есть мы как бы их развлечаем по цвету. А парты в профильных кабинетах, профиль биологии, химии, как у нас информатика, они с темной столешницей. Кроме актового зала, в лицее работает конференц-зал и кинозал. О всех новостях из жизни лицея ребята и учителя будут узнавать из ТВ-новостей, которые будут создаваться в собственной студии телевидения и звукозаписи. Здесь была создана своя телематерская. Вот ребята уже даже сейчас снимают, и это все, что они отнимут. Пойдет у нас первый выпуск наших новостей, который будет посвящен, собственно говоря, открытию школы. Звукоизоляция настолько хорошая, что даже во время учебных занятий вполне реально проводились репетиции, и звук отсюда не переходит у нас в коридоры и не мешает учебному процессу. Особое место занимает спортивная составляющая. Это огромный спортивный зал, помещение для хореографии и занятий ЛФК, тренажерный зал, стадион с искусственным покрытием, площадки для волейбола и баскетбола, полоса препятствий и скалодром. Педагогический коллектив уже сформирован. В него вошли 70 учителей, в том числе победители региональных и всероссийских конкурсов. Но уроки школьники вышли уже в понедельник. Занятия длятся до 14.00. После обеда – работа факультативов и секций. Анна Тищенко, Новости Ульяновской правды.